Привет, друзья! С вами канал Maros Life. Ну что, друзья, осень на улице, пора утепляться, вот и я решил утеплиться. В сегодняшнем выпуске говорим о жизни и работе в Чехии, о их реалиях. Октябрь месяц. Как знаете, кто в курсе, конечно, кто не в курсе, в Чехии в начале октября случилось знаменательное событие. Это парламентские выборы. Все, конечно, думали, что выиграет лидирующая партия, партия ОНО. Это партия премьер-министра нынешнего Андрея Бабиша. Но не тут-то было. Выиграла другая партия, оппозиционная партия с полу. И теперь в итоге там, короче, такой бардак творится. Плюс еще президент болеет, он сейчас в больнице. А с чего все начиналось? Президент говорил ранее, кто выиграет эти парламентские выборы, тот займет место премьер-министра, то есть лидер этой партии. Но Бабиш тоже не хочет задавать позиции. Короче, там целый цирк творится. И в итоге сейчас там президент болеет. И еще может случиться такое, что могут президента сдвинуть. Короче, тут в политической системе непонятно, что, конечно. И я вам так скажу, непонятно тоже, что будет дальше уже при этой партии лидирующей. И я это, честно, не совсем, конечно, хочу вникать. Но приходится это чуть-чуть вникать, смотреть, изучать. Потому что там очень много вопросов, связанных и с налогами, и с деньгами. И совсем только чем можно. Но об этом мы не будем сегодня говорить. То есть выборы прошли, результаты известны. Кому интересно, заходите в Google и смотрите, что у нас дальше на происходящее. Это корона, коронавирус. У них, конечно, отошел с этими выборами в другую сторону. Но потихоньку, потихоньку, я вам скажу, с каждым днем все увеличивается количество заражений. Уже больше тысячи ежедневно идет. И тут, конечно, ничего хорошего на самом деле нет. Но уже нет такая шумника, как было в прошлом году, когда были десятки тысяч. Реально вакцинация дает о себе знать. То есть 1200-1100 человек в день. Поэтому Министерство здравоохранения решило, что те люди, которые имеют вакцину Pfizer, и особенно высокие группы риска, то есть пенсионеры и пожарные люди, которые имеют возраст 60+, им дали добро на третью вакцинацию именно вакцинами Pfizer. Короче, будет ревакцинация, будет третья вакцина. Почему решили так сделать? Потому что провели исследования, и, как показала данная статистика, что вакцина Pfizer теряет свои свойства на 30-40% через полгода. Поэтому те люди, которые самые первые получили дозу Pfizer, теперь уже на грани, можно сказать, такого маленького риска, и, соответственно, им дали добро на третью вакцину. Но это, опять же, по желанию. Кто хочет, будет вакцинироваться. Кто не хочет, не будет вакцинироваться. Ну и основная тема, которая, конечно, касается всех, кто изучает Чехию, это работа. Работа в Чехии и ее реалии. Ну, на самом деле, не все, конечно, хорошо, как хотелось бы, потому что многие думают, что Чехия – это спасение их. Они сюда приедут и будут зарабатывать здесь миллионы. Ну, по крайней мере, может, сотни тысяч, крон не знаю. Но на самом деле, на практике все не совсем так. Почему? Потому что сейчас, опять же, до сих пор существует проблема с этими чипами, на автозаводах. А автозаводов в Чехии, как вы знаете, очень много. И я вам скажу сейчас, многие агентуры, которые работают тоже и по трехмесячным визам, они начинают уже переобуваться. То есть уже находят другие варианты. Не автозаводы, а уже сплоды какие-то, либо пищевая промышленность. Потому что люди всегда будут хотеть кушать. Как ни к руки. И мы реально получаем очень много тоже сообщений по поводу того, что люди приезжают уже в Чехию с готовыми визами, и от них отказывается агентура. И, ребят, я, к сожалению, вам с этим не помогу. Мы делаем только новые пакеты документов. Поэтому, кто еще не с нами, заходите в группу под видео. Здесь ссылочка. Бесплатный пакет документов на три месяца. Пожалуйста, делаем только новые документы. Потому что переоформлять здесь на месте, чтобы вы были здесь легально и работали здесь официально. Никто, честно, не будет этого делать. Потому что документы делаются реально около месяца, а то и больше, если здесь на месте сидеть. А в это время вы будете просто сидеть без работы. Потому что легально вас на то место работы, куда вы приехали, вас никто не устроит. Потому как нет работы. А на новое место, если переоформляться, это теряете реально месяц. Естественно, конечно, если брать уже всю правду, то люди работают на черную, нелегально, то есть находят, не боятся, рискуют получить штраф, максимум депортации. Ну, это опять же дело ваше, поэтому изготавливаем только новые документы. Поймите меня правильно, не обижайтесь, что я вам отказываю, потому что я не хочу честно нарожать на себя какие-то неприятности, и всем реально не угодишь, и чтобы я не был потом виноватым, мне говорили, что ты мне дал какую-то голимую работу или еще что-то, я этим не занимаюсь. Другой вопрос, который я хотел затронуть, ребят, касается двухгодичных виз, то есть рабочие карты. Опять же, многие ищут автозаводы, чтобы получить работу на автозаводе по рабочей карте, но опять же, как показывает практика, сейчас уже правила чуть изменились, и автозаводы тоже манипулируют этими всеми нюансами, и тем, что нет работы, и тем, что нет заказов, и, соответственно, делают документы не на два года, а уже могут делать и на шесть месяцев, и на год, и на девять месяцев. Ну, это как показывает практика с той же Фаурецией, либо с той же Тойотой, то есть сами манипулируют, а по итогу вы получаете не максимальный срок по рабочей карте, который есть в Чехии, это два года. Поэтому, ребят, тоже прошу вас обратить внимание на те вакансии, которые не ведут на автозаводы, а их реально очень много. Обратите внимание на пищевую промышленность, обратите внимание на склады. Ну, а как показывает, опять же, практика, сейчас много людей поприезжало из других стран работать в Чехию, и есть переизбыток людей. Проблема также заключается и в самом жилье, потому что тулят в одно здание, там, в одно помещение, и по пять, и по десять человек уже тоже писали ребята, что это ужас, это печально на самом деле, что за койко-место выпьют по пять, по шесть тысяч крон, а живут по семь, восемь, десять человек, конечно, ребят. Ну, тут уже, честно, я вам скажу, вы сами вправе, что вам выбирать, и если вас уже обманули перед тем, как вы оформляли документы и говорили, что вы там будете жить по два, по три человека, поэтому получается не совсем хорошо, и агентура обувает руки. Ну, ребят, тут уже, честно, никто ничего не сделает в реальности. Либо терпеть это и расценивать как не очень хороший опыт, либо, опять же, разворачиваться и ехать домой. Ну, и в конце нашего выпуска хотел попросить вас, ребят, тех, которые работают уже в Чехии, попросить, чтобы вы написали в комментариях, какая ситуация у вас сейчас на заводах, работаете или не работаете, за сколько сидите дома, если сидите, опять же, за платную основу, либо бесплатно выгоняют вас домой. То есть это все очень важно, нужно понимать для тех ребят, которые будут ехать на будущее, и будут смотреть эти все комментарии, читать и понимать вообще, стоит ли ехать в Чехию там три месяца или не стоит. У меня на сегодня все. Всем удачи, увидимся в новых выпусках. Перейдите себя. Всем пока.